Когда Гаутама Будда стал просветленным, была ночь полнолуния. Исчезли все его беспокойства, тревоги, как будто их никогда не существовало прежде, как будто он спал и теперь пробудился. Все вопросы, беспокоящие его прежде, отпали сами собой. Он ощущал полноту бытия и единства. Первый вопрос, который возник в его уме, был «Как же мне высказать это? Я должен объяснить это людям, показать им реальность. Но как это сделать?» Этот вопрос мучил всех, познавших истину. К Будде потянулись люди со всех концов земли, ибо все живое тянется к свету. Первая мысль, которую он изрек, звучала так «Всякая высказанная мысль есть ложь». Сказав это, он замолчал. И это продолжалось семь дней. Когда ему задавали вопросы, он только поднимал руки и многозначительно показывал указательным пальцем вверх. Предание гласит «Боги на небесах забеспокоились. Наконец-то на земле появился просветленный человек». Это такой редкий феномен, ибо появилась возможность объединить мир людей с высшим миром. И вот человек, который мог бы быть мостом между небом и землей, молчит. Семь дней ожидали они и решили, что Гаутама Будда не собирается говорить. Поэтому боги спустились к нему со своим царем Индрой. Прикоснувшись к его стопам, они просили его не оставаться безмолвным. Гаутама Будда сказал им «Я вдумываю уже семь дней, все за и против, и пока не вижу смысла в разговоре. Во-первых, нет слов, с помощью которых можно передать содержание моего опыта. Во-вторых, что бы я ни сказал, это будет неправильно понято. В-третьих, из 100 человек 99 это не принесет никакой пользы. А тот, кто способен понять, может сам открыть истину». Так зачем лишать его такой же возможности? Возможно, поиск истины займет у него немного больше времени? Что из этого? Впереди вечность. Боги посовещались и сказали ему «Наверное, рушится мир. Наверное, погибнет мир, если сердце совершенного склоняется к тому, чтобы пребывать в покое. Пусть великий Будда проповедует учение. Есть существа чистые от земного тлена, но если проповедь учения не коснется слуха их, они погибнут. У них и найдет великий своих последователей. Им нужен один толчок, одно верное слово. Твой авторитет мог бы помочь им сделать единственный верный шаг в неведомое. Миг тишины. Будда закрыл глаза и произнес «Ради тех немногих я буду говорить. О них я не подумал. Я не в силах высказать все истины, но я могу указать им заветную звезду моим пальцем». После этого Будда идет в Бенарес и начинает учить святой истине о серединном пути и страдании. «Есть две крайности, избегать которых обязан тот, кто ведет духовный образ жизни. Какие же это две крайности?» «Одна – жизнь среди сладострастия, похоти, наслаждений. Это низко, неблагородно, недуховно, недостойно, ничтожно. Другая жизнь среди самоистязания. Это грустно, недостойно, ничтожно. Совершенный монахи избег двух крайностей и вступил на тот совершенный путь, где ум и взор его просветляются на тот путь, который ведет к покою, познанию, просвещению, к нирване. Вот, монахи, святая истина о страдании. Рождение – страдание, старость – страдание, болезнь – страдание, смерть – страдание, быть в союзе с нелюбимым – страдание, быть в разлуке с любимым – страдание, недостигнуть желаемого – страдание. Одним словом, все пятеричное чувственное стремление к земному – страдание. Вот, монахи, святая истина о происхождении страдания. Это есть жажда земной жизни, ведущая от рождения к рождению, жажда наслаждений, жажда шуществования, жажда могущества. Вот, монахи, святая истина об упорознении страданий. Прекращение этой жажды полным уничтожением вожделений, отказом от них, стремлением воздерживаться, не доставлять им ни малейшей пищи. Вот, монахи, святая истина о пути к упорознению страданий. Это есть святая восьмеричная стезя, истинная вера, истинная решимость, истинное слово, истинное дело, истинная жизнь, истинное стремление, истинные помыслы, истинное погружение в самого себя. Далее Будда поучал о тленности всего земного, о том, что сквозь пелену счастья и юности просматривается страдание, в которое счастье и юность неизбежно обратятся. Будда говорил, что телесное не есть истинное. Я, ибо оно подтверждено болезням и смерти, поэтому ощущение, представление и сознание также не истинны. Отсюда неведение, как основа страдания. Человечеству, вращающемуся среди земных забот, в них находящему удовлетворение и радость, трудно уразуметь такую вещь, как закон причинности, связь причин и действий. Когда Будда стал просветленным, он услитнул. Это невероятно. Значит, я с самого начала был просветленным, а все эти цепи и оковы были лишь сном. Впоследствии, когда люди спрашивали его, что нам делать, чтобы избавиться от пороков, Будда неизменно отвечал. Будьте осознающими. Несите в свою жизнь осознанность. Слушая его, Ананда, один из его учеников спросил. Люди приходят к тебе с разными проблемами, а у тебя на все недуги один рецепт. Например, один человек спрашивает. Как избавиться от гнева? Ты ему отвечаешь. Будь осознанным. Другой спрашивает. Как избавиться от жадности? Ты ему отвечаешь. Будь осознанным. Третий спрашивает. Как избавиться от обжорства? Ему ты тоже советуешь. Проявляй осознанность. Как это понять? Будда ответил. Их недуги отличаются друг от друга, как отличаются сны, которые снятся разным людям. Но если они все придут ко мне и спросят, я скажу им. Начните осознавать. Пробудитесь. Однажды Будда сказал. Вам ничего не поможет. Нигде не спрятаться от двух вещей. От результата своих действий и от смерти. Что же делать? Спросили его. Он ответил. Будьте осознающими. Будду просили прояснить. Как это быть осознающим? Он рассказывал такую притчу. Один путешественник встретился с тигром. Он побежал. Тигр за ним. Добежав до обрыва, он покатился вниз. Ухватился за корни дикой виноградной лозы и повис. Тогда тигр начал обнюхивать путешественника сверху. Дрожа от страха, бедняга посмотрел вниз и увидел там другого тигра, который наблюдал за ним. Только лоза удерживала его. И вдруг рядом с собой человек заметил спелую, сочную землянику. Ему так захотелось жить. Держась одной рукой за лозу, другой он сорвал ягоду. Как она была вкусна.